Девочки, всем доброе утро! Вчера с вечера я поставила опару на хлеб, оживила свою закваску и подумала, как мне вот быть-то лучше? Получалось, опять мне надо в ночь хлеб ставить, а он быстро сейчас поднимается, это всё ночью спать. Я оставила на холоде здесь её. Думаю, ну что будет? Если, говорю, она испортится, я, значит, вновь замешаю. Но ничего, на холоде вот она не опала, ничего, ну же якобы собирается. Быстрее надо сейчас хлеб замешать мне. Так, вот здесь вот моя опара. Я уже говорил, как я её делаю. Я беру 100 грамм стартера, добавляю 100 грамм муки и воды уже лью не по весам, а уже так, я вижу, уже водички наливаю и размешиваю, чтобы такая была и не густо, и не жидко. Такая консистенция. Так, здесь у меня водички. 500 грамм, не миллилитров грамм. Здесь столовая ложка мёда и 12 грамм соли. Вот это я всё размешала. Здесь получившаяся вот у меня, значит, из стартера опара. И сейчас мы будем прям в эту опару дырочки уже вовсю добавлять муки. Я пока без весов не могу обходиться, поэтому, девочки, с весами. Так, ну, выливаю водичку, подготовленную с мёдом и солью. Я уже как-то вот выработала свои пропорции и уже следую им, боюсь, отступить туда-сюда. Вот, на 500 грамм воды получившийся стартер я добавляю 750 грамм пшеничной муки и всего 50 грамм ржаной муки. Так, через сито сейчас будем добавлять муку. У нас очень холодно. Сегодня ночью был мороз. Саженцы, которые мы с Сашей купили, Жигулёвскую из Спартак, он мне говорит, что Жигулёвская вроде бы как пошла, а Спартак, наверное, не пошла. Вот, покупали в питомнике. Документов никаких нет. Но на этих саженцах на них висит этикеточка. Я, конечно, попробую, потому что соседка моя также вот приехала в питомник, и у неё саженец какой-то не пошёл. И ей дали взамен. Ну, девчонки, не настолько мы богатые, что по 500 рублей я покупала саженцы и выкидывала. Попробую, я напишу в Инстаграме хозяйке, что она мне на это скажет. Мы можем вернуть или как, или видео снять ей, показать. В общем, как-то надо. В общем, Спартак не пошла яблоня. Жигулёвская пошла. А это... Почки все засохшие. Ну, может быть, время надо пока, но мы можем подождать, а потом упустим другое время. С закрытой корневой системой покупали. Вот тебе и вот. Значит, 750 грамм я муки отсеиваю здесь. Девочки, хочу ещё ответить на ваши вопросы по предыдущим видео. Меня спрашивают, почему я ползаю на коленях, не пользуюсь шваброй. У меня, девчонки, есть швабра хорошая. Иногда я пользуюсь шваброй. Она такая у меня, знаете, ну, не дешёвая. Одевается эта тряпочка. Вот, и я в коридоре я не могу такой шваброй мыть. Она, во-первых, широкая. Сама по себе. Ступеньки я не смогу вымыть. Она из микрофибры. И там, здесь-то у меня по ламинату она ещё ничего так скользит, знаете. А там в коридоре с такой грязью вряд ли, что получится. А другой швабры я не имею дома. Только такую. И какой я в квартире мою, да, я не могу как-то себе позволить вообще коридор там после всех, извините, бомжар. Так, и вот грамм пятьдесят у меня ржаная. Ржаная, обдирная. Пятёрочки покупала, добавляю. Хлеб такой не белый получается, а как бы это. Прикус такой серенький. Вот так вот. Иногда дома, вот если дела какие-то делаю, да, мне проще как-то на коленочках поползать, что ли. Иногда, когда вообще на коленочке не могу даже встать. У, этой коленочке болят. Старенькие мы уже, что ли, совсем расклеиваемся. Ну, не сдаёмся. Утром встанем, поскрепим, и всё расхаживается дальше. Да, вот халат-то снять тёплый, прям страшное дело. Так, по поводу Димы. Почему в больницу сразу не обратились? Ой, когда он спрыгнул с гаража, на улице был с друзьями, пришёл, и, главное, друзья, его привели ведь. Посмотреть на реакцию бабули, наверное. А он у меня был. Ладно бы дома с родителями был, а то опять бабуля виновата не досмотрела. А как ты за ними досмотришь, за мальчишками, тем более. Ну, у нас один такой парень, да, вы знаете, он бы сам в жизни не догадался на гаражи залезть. Вот это я сто процентов вам говорю. Он у нас не очень, как бы сказать, сходится ещё там по дружбе. Он как волк-одиночка у нас. Он вот в классе дружит вот с одним мальчиком, а и вот как-то они с первого класса сдружились, и всё. И он у нас такой, вроде бы на него посмотришь, не сказать, что он робкий, но очень плохо вот сходится, он не умеет знакомиться. Так ты вроде парень. Не сказать, что робкий, а вот. Я говорю, иди вот, иди у нас здесь, во дворе на улицу, посмотри, вот с нашего дома ребятки там футбол играют. Он прям, ты чё, разве он пойдёт? Да и в жизни не пойдёт. Хотя хочется, ему возле окна стоит, хочется. Вот. Несмелый у нас такой. И поэтому он боится, что ребятки там, не дай бог, там кто-то посмотрит не так. Вдруг он мяч не так пинёт. Там ему скажут плохие слова. А ведь подростки-то какие сейчас, ой, какие они сейчас злые. Да такие жестокие. Прям я не знаю. А он, наверное, это всё понимает по классу. Как они в классе уже в пятом разговаривают. На матах. Бойцы услышат, наверное, что-то в свой адрес. Нехорошее. Он у нас один раз, знаете, здесь вышел. Всё-таки вышел. Я говорю, иди к ребяткам. Там они играли, вышибалы. Смотрю, вроде он с ними играет. Через некоторое время идёт. Идёт домой. Он вроде бы и плакать, а сам это, держится. Я говорю, а что случилось? И он говорит, я пропустил гол, и мне сказали, иди на хэ. Всё, он ушёл. Пришёл расстроенный весь, думаю. Сейчас будем вот так вот месить тесто. Ну и я наблюдала, конечно, за его ногой. Я ему магнит поставила, вольтареном намазала. Когда он один раз в пятке, у него там что-то было, да, ему гипс накладывали. Это ещё он не маленький, но, я не знаю, может, лет шесть было ему. Тоже его так вот толкнули, он упал и с пяткой что-то. Он у нас тогда ползал, но он тогда в школу не ходил. И у него, знаете, какие боли были. Он всю ночь не спал, он плакал. Пятка опухла вся. Хотя, сейчас, минуточку. И тогда у него и опухло, там и покраснело. И, в общем, видно было, что да. А здесь нет, я наблюдала. Я ему утянула пятку. У меня есть такой бинт. Вот. И утром посмотрела, ничего не было. А уже домой, когда он ушёл, дочь говорит, у него появилось красный как синяк вышел там. И её забеспокоило, что он вообще не наступает на пятку. И вот тогда только собрались. А скорую надо было по горячим следам вызывать. А я вас, Татьяна, не поняла. Я про бомжа. Я подумала, скорую надо было бомжу вызывать. Ох, это подложка, подложка. На мокрую тряпочку положила. Терпение не хватает. Так, ещё на какой вопрос хотел, девочки, вам ответить. Санёк у меня, когда пошёл зубы вырывать, а он у меня, ну, как все мужчины, он боится. И у нас почему-то не стоял вопрос пойти в бесплатную клинику. Но у нас, возможно, там взяли бы только деньги за укол. Но почему туда не пошёл? У нас был очень хороший доктор, который рвал зубы. И я сколько зубов у него удалила. Очень хороший доктор. Очень. Один зуб он мне даже спас. Я ему благодарна за это. Но его не стало. Замечательный доктор внезапно заболел. Заболел, походу, эта болезнь, которая сейчас бич у нас этого нашего века. Сами доктора. И он говорит, я уже идти, боюсь, туда. Потому что кто там сейчас удаляет у нас в бесплатном... Ну, не в бесплатном, а как у нас раньше она считалась, государственная стоматологическая клиника. Давно мы туда не ходим, уже никто. Вот. И он пошёл в платную в нашу... Содружествовали. В общем, патрадный у нас стомодент, где я зубы вставляла. 1200, по-моему, он заплатил за зуб. Зуб лечённый два раза уже. И доктор, когда последний раз его лечил, она сказала, если что, его только удалять. Вот здоровый такой вот зуб, да, казалось бы, не изгнил, ничего. Вот. Не стали больше лечить. А он его беспокоит, беспокоит. Почему-то вылечить его не смогли. И вот, он говорит, его рвали. Двое голову держали. А доктор, говорит, маленькая, худенькая, она так это, переживала, говорит, ой, не дай бог, сейчас такой сильный зуб. Не так что-то, что-то пойдёт, там останется. Это же проблема тоже какая. Но всё-таки зуб выдернула она и крючком там, и так, и щипцами, говорит, во-всяком. Ой, он там, говорит, я там натерпелся, говорит, с ними. Пришли, пришёл домой, он, конечно, это, как все мужчины, я к нему отнеслась, конечно, знаете, это, немножко я вот так это приструнила. Я говорю, ты что, говорю, как маленький, ну, вырвали тебе зуб, говорю, ну, успокойся, говорю, полежи. Смени, говорю, эту повязочку, у меня бинтик стерильный. Я говорю, и выпей обезболивающий, ложись, спи. Я говорю, сколько зубов уже вырвало, я говорю, я так всё время делала. Я говорю, кровь постепенно остановится. Вот. Ну, вроде бы это. Утихомирился. Сам с глазами испуганного ребёнка лежал. Вот. А к вечеру начал температурить. А врач предполагала, что будет такой исход. И она ему написала. Тинедозол. Тинедозол. По 500 утром и вечером. Он мне эту бумажечку, конечно, тыкал. Но я была занята. И я к нему тоже так отнеслась дома. Ну, взрослый мужик, блин, а как этот? Да, получилось так, что я проигнорировала вот это всё. Никто не пошёл, не купил этот тинедозол. Думала, всё так, это хорошо у нас пройдёт. А оказалось, нет. У него поднялась температура до 38. Его тут и морозило, и трясло. Так, сейчас вот этот вот колобочек я положу отдыхать. Не буду чистую доставать чашку. Полежит пока здесь. Вот в этой вот. Отставлю сейчас немножко. Пусть минут 20 постоит, отдохнёт. Как мы привыкли уже с хлебушек-то свой кушать. Уже прям мы не хотим. Магазин это совсем. И вот с этими полами тоже в коридоре. Вот две пожилые женщины внизу живут. Там у нас вот я на третьем этаже, а они на втором у нас живут. И вот они в основном и вдвоём по очереди там моют общий. Ну и я всегда, когда выходила, я тоже, у меня хватало сил на низ. А в этот раз, девочки, не хватило. Не хватило. Я уже почувствовала, что прям всё. Вот. И как вы говорите, надо действительно переходить на швабру. Ну уж больно, я не люблю эту швабру. Я вам покажу её, какая она у меня. Я её давно-давно в метро покупала. На низ это такая вот, я не знаю, как она, как тряпочка-то вот эта, микрофибра. Её ведь как-то вот в одном направлении надо мыть, чтобы это... Потом смотрю, после неё и тут оставил кучку, там оставил слепошарую кучку. А мне проще на коленке встала, я прям тряпочкой маленькой потихонечку всё прям собрала. В общем, кому как удобно. Я понимаю, что надо как-то ко всему приспосабливаться. Сейчас уже возраст такой. Поэтому, девочки, кто вот смотрит моё видео, там вот про пенсию я говорю, я понимаю всех тех вот, которые там, с сожалением, говорят, что в их городе работающие получают так мало. Я сама такая, девчонки, тоже мало получала. Ну, я же... Ну, в чём я виновата-то? Я видео выпустила и менять заголовок у видео не буду, потому что я же вам не про вашу жизнь рассказываю, про свою, девчонки, жизнь рассказываю. Я всё понимаю и очень жалко мне всех тех людей, которые вот... И мама моя точно так же жила. Сейчас вот девчонки ей вот прибавили 4 тысячи после 80 лет. Она вот, ну, как сказать, смотрю, даже это как-то лучше справляться начала. За квартплату я ей плачу, девочки, вот за квартиру. Она же... Две с половиной тысячи у неё однокомнатная. Мы помогаем ей, я считаю, вот свою оплачиваю, её квартиру оплачиваю. Она уже денюжки эти не тратит, тратит на себя, на своего сынка. На своего сынка тратит. Наказание у неё, этот сынок, вот наказание просто, девчонки, наказание. Она мужественно выполняет свой долг матери. Так, на глаз поделим. Я уж не буду на весах-то делить я так уж. На глазок. Жалко мне её. Столько лет ей. Нет бы он ей там на даче помогал, она же его кормит. Нет, он не будет это делать. Он ещё командует ей. Иди принеси сигареты. Иди принеси там... Чё они там, шкалики пьют? На стойку боярышника или чё там. Нету, нету защиты, нету защиты. В милиции ясно сказали, когда мы пошли, они сказали, он стукнул вас, снимайте побои. Что на словах, никто не верит же. В тот раз вот он её и по груди стукнул, и по ноге её пинул, что у неё там всё синее было. Надо идти в травмпункт и снимать побои. А то, что он у неё пенсию вымогает, что надо диктофон ставить, что ли? Это не считается за вымогательство. Это же ваш сын. Как это он вымогает? Вы сами даёте, он же не украл. А если сами даёте, ну он же ведь не отстанет. А она говорит, я же не могу это всё слушать. У меня, говорит, инсульт будет или что? У нас же тоже с давлением у меня. Мне, говорит, проще ему отдать, чтобы он ушёл. Я, говорит, за ним дверь закрыла. Я говорю, мама, а зачем назад пускаешь? Ну он же не будет валяться, говорит, на лестничной площадке. Мне же, говорит, его жалко. Понимаете, мать, сына жалко. Припорошим мукой. Только в таком случае прям хлебушка вылетает, прям замечательно. Стряхнём. Всё. Угу. Ну вот так, девочки, сейчас затянем пленкой и пускай растаивается, так прошло 1 2 3 4 5 6 часов. Вот так хлебушек поднялся у меня в теплой духовке, здесь вот больше, здесь меньше, наверное, все-таки буханочки были неравные. Сейчас буду выпекать. Так, как выпекаю хлеб? Поставила чайник, нашла духовку, внизу у меня стоит сковорода, сейчас я налью туда кипяток и буду 20 минут, выпекать на максимуме с кипятком. Бухгалтера, яичный крючок и поднимаю. Когда я не знал, яичный. Яичный. ждем 20 минут таймер прозвенел и я в воду убираю горячую последнее время разрывает хлеб у меня по какой причине хлеб разрывается скажите меня ставлю еще на 20 минут убавляет до среднего и третий раз ставлю также на 20 минут убавляю огонь совсем немножко тоже и еще на 20 минут будет ровно час выпекаться шутка Такой кирпич получается. Все равно, согласитесь, это лучше, чем было. Целенький хлебушек, кирпичик такой. Ой, запахи какие. Я люблю такую вот корочку, чтобы она зажарилась. Так, ну и что, мы сейчас побрызгаем и закроем. Поделитесь, пожалуйста, советами, кто хлеб печет. Рвет у кого вот шапку верхнюю? По какой причине рвет ее? Почему разрывает? Мне кажется, раньше меня не рвало, что это так, хлеб сам так подходит. Пускай хлебушка отдыхает. Но девочки покажу, мальчики, в разрезе хлебушек. Остыл он. Сейчас мы его разрежем. Вот такой хлеб получается. Ай, прелесть. Хрустящая корочка. Пойду монтировать вам фильм. Так хочется мне кусок хлеба с молоком съесть. Аж соленьку проглотила. До встречи, девчонки. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова